Питер Деринг Годы жизни 1615-1660. Лейден. Лейденский мастер 17 века, работавший в жанре роскошного натюрморта. Картины художника типа «Суета-сует» тяготели к иллюзианистскому натюрморту. Обе хорошо известные картины Ринга на тему «Суета-сует» натюрморт с музыкальными инструментами, находящиеся в Государственном музее в Берлине, и «Суета-сует» частное собрание относятся к зрелому периоду творчества художника. Мотив книг в них наглядно воплощает идею разрушительного действия времени, сказавшегося на внешнем виде фолиантов. Такую же предметную ассоциацию являют у Ринга и музыкальные инструменты, совсем в духе стихотворения Факенброха «Размышления в моей комнате». Я вижу на столе меж книг, забытый мною флейта скрипка, ведь звук еще едва возник, а уж в пространстве тает зыбка и гаснет в следующий миг. В то же время и книги, и музыкальные инструменты олицетворяют здесь культурную память человечества, противостоящую забвению. На это указывает присутствие в обоих натюрмортах изображения кольца, символа вечности. Одновременно кольцу с печаткой – знак имени художника, ринг по-голландски – кольцо. А на странице с загнутым углом первой картине и на листке бумаги, свешивающемся со стола во второй работе, можно прочесть изречение, однозначно говорящее о бренности бытия. В берлинской картине полностью прочитывается лишь предпоследняя строка текста, огласящая «Всемирские радости, лишь ничтожная трава». А в натюрморке из частного собрания приведены слова из книги Акклесиаста «Суета-сует, все суета». По-видимому и в берлинском натюрморте, как и в случае Хардемской картины Винсента Ландервильни, на рисунке изображен сам автор полотна и Тердеринг. Эта фигура человека, выдувающего мыльные пузыри, стала здесь аллюзией на бессмысленность занятий искусством, символами которого являются ноты, скрипка и флейта. На мимолетность обладания знаниями, богатством, властью, да и самой жизнью намекают, представленные в первой из картин, старая книга, золотые и серебряные монеты, шпага и глобус, а во второй – книга, монеты, песочные и карманные часы, ваза с цветами, раковина на утилиусы и череп. Причем косо падающий свет придает изображениям страницы книги с рисунком флейты, курительной трубки и листка с изречением из книги Экклесиаста характер мистификации. Субтитры создавал DimaTorzok Питер Деринг по яркости дарования и по широте творческого диапазона занимает одно из первых мест среди учеников Яна Девица Нехэм. В ряде своих картин, таких как «Затрак с омаром и фруктами» и фрукты на столе, находящиеся во Франкфурте на Майне, «Затрак с омаром» – «Лейден» – муниципальный музей и десерт в Курске – областная картина галереи имени Дейнеки. Художник удивительно близко подошел к манере и художественным приемам своего учителя. Продолжение следует... Продолжение следует... Напоминают работы Яна Девица Де Хэма и роскошные натюрморты Ринга из картины галереи старых мастеров Дрездена, коллекции «Гуалас» в Лондоне, «Фрикс-Мюземе» в Амстердаме и Королевского музея изящных искусств в Антверпене. К этой же группе работ Питера Деринга следует отнести и натюрморт, находящийся в Кишиневе в Государственном художественном музее Республики Молдова, считавшейся вплоть до настоящего времени картиной неизвестного художника Голландской школы. Как и в Амстердамском и Антверпенском натюрмортах, на пересечении диагонали картины почти по ее центру возвышается серебряный акилей Бака, крышка которого увенчана фигурой птички. Манера положения красочных мазков, а также свойственная полотнам Ринга повышенная насыщенность цвета в красочном пигменте вполне соответствует индивидуальным особенностям почерка мастера. Налицо здесь и другая специфическая черта роскошных натюрмортов Ринга. Плавное нарастание композиционного потока от левого нижнего угла картины до диагонали и ее вештому углу. Продолжение следует... Истинный леденец. Ринг даже в десертах, например, в Амстердамском, Антверпенском и Курском вводит в состав натюрмортной группы предметы, свидетельствующие о занятиях владельца этих вещей военным делом, шпагом, музыкой, людьми или литературным трудом, кольцовым спечаткам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok